Всем привет! С вами канал Коллекционеры, Монеты и Банкноты. Сегодня свой обзор я посвящаю банкноте 25 рублей 1899 года. Банкнота выполнена по образцу билета 1895 года, но с другой датой и надписью, указывающей на золотой стандарт, введенные в обращение в ходе реформы ВИТТЕ и оставались законным средством платежа до 1 октября 1922 года. Выпускались без изменений, с разными подписями, до выхода купюр нового типа. Цвет банкноты – красный, синий, светло-зеленый и желтый. Размер банкноты – 174 на 104 миллиметра. Водяной знак, по периметру, кроме средней части, геометрический узор в виде переплетенных линий. В правой части портрет Александра Третьего. Лицевая сторона, заполнена фоном в виде волнистых линий, цвет фона светло-оранжевый, местами светло-зеленый. Посередине фона цветное изображение малого государственного герба Российской империи образца 1883 года. По углам расположены гелишерные розетки с числами 25, между ними с трех сторон, кроме верхней части, множественные розетки с числами 25, но меньшего размера, наложенные друг на друга. Внизу посередине имеется еще пять розеток, на которых мелко указан номинал – 25 рублей. В центре вверху в две строки надпись «Государственный кредитный билет», под ней дуговая рамка со словами 25, еще ниже слова «рублей». Под номиналом в пять строк мелким курсивом написано «Государственный банк разменивает кредитные билеты на золотую монету без ограничения суммы, 1 рубль равен 1,15 империала, содержит 17,424 доли чистого золота». Ниже подписи управляющего и кассира, под которыми два раза повторены серии номер банкноты. В левой части лицевой стороны находится женская фигура в царской шапке со скипетром и державой, поддерживающая правой рукой щить с малым гербом Российской империи образца 1883 года. Фигура символизирует Русь. У ног фигуры два ребенка, один держит колосья пшеницы, другой играет с фруктами, дети символизируют народ России. В правой части купюры находится овальная рамка, увенчанная императорской короной и лентой Андреевского ордена, через которую виден водяной знак. Оборотная сторона, имеет двухцветный фон, слева светло-зеленый, справа плавно переходит в светло-оранжевый. Изображения выполнены в двух цветах, вверху синий, плавно переходящий в красный внизу, заключены в прямоугольную рамку с повторяющимся микротекстом по периметру, 25 рублей. Углы рамки имеют полукруглые вырезы с расположенными в них числами 25. В левой части находится овальный элемент, свободный от фона, через него виден водяной знак. Вверху элементы императорской короны с лентой Андреевского ордена, вокруг надпись «Государственный кредитный билет». В правой части в гелишерной розетке число 25, вокруг которого шесть одинаковых женских портретов. Лица на верхних трех обращены вправо, на нижних влево. Посередине вверху год образца, 1899, по бокам числа 25, ниже прямоугольная трехцветная рамка с текстом мелким шрифтом. Первое. Размен государственных кредитных билетов на золотую монету обеспечивается всем достоянием государства. Второе. Государственные кредитные билеты имеют хождение по всей империи наравне с золотой монетой. Третье. За подделку кредитных билетов виновный подвергается лишению всех прав состояния ссылки в каторжную работу. В нижней части посередине находится крупное число 25. Существует два варианта подписи управляющих, которые влияют на стоимость государственного кредитного билета 25 рублей 1899 года. Примерный уровень цен выглядит следующим образом. С подписью Плески, цена банкнота из обращения составляет около 27 тысяч рублей, а в идеальном состоянии 200 тысяч рублей. С подписью Тимашова, цена равна 16 тысяч рублей за банкноту из обращения и около 130 тысяч для идеально сохранившейся бонны. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч.